Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Когда ты не армянин, статья Филиппа Фу. Потенциал азербайджанских сухопутных войск серьезно поврежден. Секретный план Турции по нападению на Армению называется Алтай. Почему Азербайджан стремится взять Карвачар? Сенсационные подробности. Наемника из Сирии взял в плен сын легендарного командира Первой Арцахской войны Владимира Балаяна. В результате отступления под озером Игердир Западной Армении появились острова. Когда вы не армянин, вы мало знаете об этой стране, ее культуре и истории, хотя знаете некоторых известных армян. Мы знаем, что фамилии армян оканчиваются на Ян или Иан. Мы знаем это, потому что во всем мире есть армяне, численность которых не поддается определению. Две трети армян живут за пределами своей родины. Многие задаются вопросом, что такое диаспора? Почему армяне так широко распространены в мире? Поэтому трудно понять, почему существует так много препятствий на пути к распознаванию очевидного. Кроме того, когда ты не армянин, ты не понимаешь, почему так много споров о геноциде, а мы не знаем же всех деталей и поворотов. Мы просто понимаем, что была причина, по которой многие эмигрировали, виновник отказывается признавать свою вину. Это история мира, и это очень интересная история, полная иронических, противоречивых интересов. Мы задаемся вопросом, почему эта тема до сих пор не обсуждалась должным образом, когда ведется дискуссия о Холокосте. Несомненно, потому что туркам удалось забыть, что они проиграли войну дважды, в отличие от своих немецких союзников, горе проигравшим. Когда вы не армянин, вы знаете, что Арарат видел прибытие Ноева Ковчега, что ксенофонд проходил здесь во время своего путешествия, что так хорошо упоминается в Анабасисе. Но вы знаете, что Армения, одна из колыбелей христианства, как государственная религия, была принята армянами в 301 году. Когда ты не армянин, ты не знаешь точно, где находится эта страна, границы которой так сильно изменились из века к веку, что у нее нет выхода к морю, хотя было три на протяжении столетий. Известно, что эта страна окружена Турцией и Азербайджаном, которые давно жаждут эти территории, а сейчас подвергают ее бомбардировкам. Полную версию статьи вы можете прочитать на нашем сайте. Потенциал сухопутных войск Азербайджана серьезно поврежден. Главная надежда остается на наемников. Как сообщает Армен Пресс, об этом на пресс-конференции 1 ноября завиел представитель Минобороны Артжуну Ванесян. Сегодня мы показали второго наемного террориста, который признался, как его завербовали, заплатили, как Азербайджан использовал его против нас. В этой связи могут сказать, что есть еще много сюрпризов, как бы Азербайджан и Турция не старались отрицать существование и использование наемных террористов, отмечает Ванесян. Он отметил, что у армянской страны есть информация о том, где, на каком участке и как используются наемные террористы, какие проблемы они пытаются решить через них. Надо сказать, что попытки выполнить через них конкретные задачи на линии фронта свидетельствуют о том, что потенциал сухопутных войск вооруженных сил Азербайджана серьезно поврежден. В основном остаются надежды на наемников, заключил Ванесян. Турция разработала планы вторжения в республику Армения и Греческую республику. Как сообщает Армен Пресс, об этом пишет The Jerusalem Post. Израиль. Со ссылкой на секретные документы, опубликованный Nordic Monitor. Предполагается, что планы были подготовлены генштабом вооруженных сил Турции как непредсказуемые обстоятельства в связи с событиями в Сирии и сохранением наступательного и сдерживающего потенциала на Западном фронте во время передвижения войск. Презентация под названием «Инструкция по планированию действий вооруженных сил Турции» создана 13 июня 2014 года. Согласно отчету Nordic Monitor, это говорит о том, что план, скорее всего, был обновлен и пересмотрен после некоторых предварительных обсуждений, и план все еще может быть активным. Документ также включает планы вторжения в Армению. Эта операция названа Алтай и датирована 15 августом 2000 года. По данным Nordic Monitor, при расследовании попытки военного переворота в 2016 году прокурор Анкары Сердар Кучкун, изучая документы турецкого генштаба, случайно обнаружил его и забыл снять с обвинительного заключения из-за халатности. После публикации турецкие власти всеми силами стараются скрыть этот скандал, чтобы не допустить утечки более серьезной конфиденциальной информации. В 1998 по 1999 годы Турция возлагала большие надежды на то, что 27 октября в Армении раздразится гражданская война, но после того, как эти надежды не оправдались, было решено реализовать так называемый план Б, то есть реализовать программу Алтай. Согласно этой программе, потрясения в Армении должны были быть спровоцированы с 2000 года, а Турция должна была работать на армянском политическом поле, по трем направлениям. Карабахцы не армяне, народ армении страдает из-за карабахцев и армянские герои карабахской войны, обычные преступники и грабители. Пропагандировать, что все беды Армении исходят из Москвы, что Армения должна отказаться от российских военных баз, попытаться найти точки соприкосновения с соседями, чтобы снять блокады, чтобы люди могли жить хорошо. Конечная цель – испортить армяно-российские отношения по всем направлениям. Полную версию статьи можно найти на нашем сайте. Мы должны хорошо понимать, что происходит вокруг Арцаха, почему противник так стремится захватить нашу историческую землю, какие богатства там спрятаны, написала Нейри Хохикян, эксперт по межнациональным конфликтам, в интервью Давиду, советнику президента НКР по иностранным делам с Бабаяном. Наемника из Сирии сегодня взял в плен сын легендарного командира Первой Карабахской войны, героя Арцаха Владимира Балаяна, Алексея Балаян, вместе со своими друзьями. Об этом написал он в своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Пагасян. Уровень воды в озере Эгердир в горах Тавра в Западной Армении упал в среднем на 4 метра за последние три года из-за чрезмерного забора воды. Из-за высыхания территорий на берегах озера образовывались окаменелости высотой 10-120 метров, образовавшихся миллионы лет назад. Заслуженный академик Кисиджи в своих научных исследованиях, проведенных вокруг озер, обратил внимание на быстрое высыхание акваторий, озер, подчеркивая множество причин. Основными из них являются сельскохозяйственное орошение, а также чрезмерное потребление воды, загрязнение и глобальное потепление также. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Мурадян ансамбль. Мурадян ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok